Девятадцатого мая столица Алтайского края впервые примет участие в масштабном забеге, который состоится одновременно в одиннадцатичасовых поясах. Речь идет о знаменитом спортивном событии – всероссийском полумарафоне. В этом году он станет уже восьмым по счету. За время его проведения в забеге приняли участие десятки тысяч людей, а в прошлом году количество участников превысило 160 тысяч. Кто может принять участие в полумарафоне, какие дистанции запланированы и какая программа ждет гостей и участников забега, нам сегодня расскажет организатор полумарафона Егор Галкин и амбассадор мероприятия Мария Костина. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте с вами поговорим прежде всего о том, как возникла идея организовать такой масштабный полумарафон у нас в Барнауле. Все началось, как ни странно, с города Пскова. Я был военнослужащим, служил по контракту, получил ранение. И все дело шло к увольнению. Очень долгий процесс, комиссий много. Мне предложили поучаствовать в организации псковского марафона, псковского триатлона, забега РФ. Мне понравилась эта все, сама атмосфера, что люди приобщаются к бегомо, беговому сообществу. Начали заниматься, начали организовывать. Дело уже под увольнение. Нужно переезжать на свою родину, в город Барнаул. И у нас такого нет. В Пскове 200 тысяч населения, а город Барнаул намного больше. И нет. И решили связаться с гонкой героев. Инициативу предложили, нам дали добро. И мы начали работу. Еще в августе я созвонился, нашел Артема. Мы вместе тренировались. Юру Клопцова, Артема Логинова и Диму Слепова. И все началось, все закрутилось, завертелось. И при поддержке Министерства спорта у нас все пройдет. А, получается, подготовка шла больше полугода. Как готовились к такому масштабному событию? Ой, это изучение старого материала, вся фильтрация, связь с Москвой. 89 субъектов принимает Российская Федерация в этом участие. Это большой процесс. Нужно продумать все от мелочей, заканчивая прям всем-всем. Насколько значимо это событие для барнаульцев? Ну, у нас беговых мероприятий, как таковых, нет. Таких больших, крупных стартов. Это первое, и, я надеюсь, не последнее. Мы будем развивать беговое движение и будем организовать старты. Это не единственный забег рев. Можно рассказать? Да, конечно. Это потрясающее событие, на самом деле, для Барнаула. Я в Барнаул переехала три года назад из Омска. Омск – это очень развито в плане спорта город. Там очень много беговых событий проводится. Есть сим-марафон и забеги, приуроченные к этому марафону. И там настолько все развито, настолько люди болеют спортом. Там выходишь на пробежку, и очень много людей на улице. И когда я переехала в Барнаул, я обалдела, что здесь все не так. Ну, то есть здесь не было беговых стартов. Сейчас, последние два года, Барнаул развивается. Здесь прекрасно проводится зеленый марафон. Здесь сейчас будет забег РФ, и это огромная значимость для нашего города. Во-первых, могут принять участие абсолютно все. Корпоративные компании – это развивает корпоративный спорт. Дети – пробежать с родителями. Родителям пробежать, показать пример своим детям. То есть люди воспитывают будущее поколение, чтобы наши дети в дальнейшем любили спорт и бегали. То есть приобщались к спортивному миру, в принципе, да? Потому что сейчас все равно сложности, не все могут себе позволить. А это как трамплин можно воспользоваться таким мероприятием. Мария, расскажите, какие дистанции запланированы на забеге? Есть дистанция 1 км. Это для детей, для взрослых, которые только-только пробуют себя в спорте. Есть дистанция побольше – 5 км для тех, кто тоже уже, может быть, занимается спортом, фитнесом и хочет попробовать себя вот в этом забеге. Есть дистанции побольше для уже уверенных в себе спортсменов – 10 км и 21 км. Насколько нужно быть физически подготовленным? Вот можете прямо даже по очереди рассказать о том, как готовиться к такому старту. Ну да, вот если брать один километр, то там есть возрастные ограничения. Дети от 6 лет и старше могут бежать, но километр не предвозьмевает собой, что ребенок 6-17 лет побежит, а взрослый не может. Взрослый также может в этом участвовать. Также 5 км доступны от 16 лет регистрация, 10 км уже от 18 лет, 21 – то же самое, от 18 лет. И это самое главное правило. Но Мария расскажет про… Подготовку. Про реподготовку. Как готовиться? Действительно нужно к такому забегу? Ну, к дистанции 21 км и 10 км я, конечно, рекомендую готовиться, потому что дистанция достаточно сложная. Нужно быть уверенным, что вы здоровы в плане сердечной сосудистой системы. И как готовиться? Если вы вообще готовитесь с нуля, то есть вы сидели на диване последний год, конечно, вам нужно начинать уже сейчас больше двигаться, ходить, чередовать ходьбу с бегом и как минимум 3-4 раза в неделю выходить на пробежку. А к таким серьезным дистанциям можно подготовиться за месяц? Конечно, нет, объективно говоря. К дистанции 5 км, в принципе, я думаю, что большинство людей может преодолеть эту дистанцию. Понятно, мы не говорим о каких-то рекордах, но в целом для того, чтобы стартануть и финишировать, я думаю, что за месяц достаточно. Для дистанции 10-21 км, конечно, нужно готовиться заранее. Вообще, каждое воскресенье мы проводим совместно с другими амбассадорами, проводим бесплатные тренировки. Они проходят в различных локациях города, и можно прийти, попробовать себя как раз в беге, и там уже тренер вам подкорректирует вашу подготовку и, в принципе, даст советы. Как себя готовить, в принципе, самое основное – это просто двигаться, выходить на пробежки, делать различные тренировки, которые вам ближе, то есть что-то из школьной программы, вспомнить что-то из университетской, разминка обязательно, легкий бег от отруса, шаг, чередовать бег с ходьбой обязательно на начальных этапах, и в дальнейшем желательно хотя бы 3-4 раза в неделю выходить на такие тренировки. Требуется ли медицинское подтверждение, что ты можешь пробежать данный забег? Да, медицинская справка обязательно, в какой форме. Она должна быть заверена двумя печатями, двумя-тремя печатями. Если многие военнослужащие приходят, им достаточно двух. Но в основном, если в поликлинику человек обратился, будет три. Там должна быть прописана дистанция, не меньше той, которую побегут. Все, под справкой. То есть это терапевт в первую очередь, который тебе подскажет, как получить эту спортивную справку? Один врач, терапевт, если у детей это педиатр, у взрослых это терапевт, он заключение выводит, там 15-20 минут, ничего сложного, никаких прям нудных обследований, сдачи крови, ничего этого не нужно делать. А как зарегистрироваться в полумарафон, если мы уже берем тот расклад, что есть справка, есть огромное желание, вот куда идти, где регистрироваться? Да, прежде всего нужно перейти на сайт, на главный сайт забег.рф.ру, выбрать город Барнаул и дальше следовать инструкциям и регистрироваться. Там все будет подробно, пошагово указано, будет все просто. То есть это только на сайте, там позвонить куда-то, зарегистрироваться не получится? Да, все верно, только на сайте. Знаете, такой момент, Мария, вы сказали, что сейчас в Барнауле идет активная подготовка, причем бесплатная, вот куда может человек прийти и бесплатно позаниматься, подготовиться, вообще понять, нужно ли ему это? У нас есть сообщество в Инстаграме, где мы транслируем, где, когда и кто будет проводить бесплатную тренировку. В прошлое воскресенье проводила я в изумрудном парке в 10 утра, в это воскресенье будет проводить Катя Клопцова. Чемпионка мира многократная по пожарному спорту. Еще один амбассадор Яна Кирпиченко, лыжница, наверное, все знают ее. У нас сообщество ВКонтакте, и там вся информация, все подробно написано, расписано, когда, какая будет дистанция, какой будет маршрут, какие нужны справки, где у нас будет проходить бесплатная тренировка, абсолютно все. Уже сейчас понятно, сколько людей регистрируется, и сколько ожидаете? На сегодняшний день более 500, 550 последняя цифра была, причем за неделю назад, если отмотать, было на 150 человек меньше. Очень активно начали регистрироваться, и кто не успел зарегистрироваться, нужно быстрее-быстрее регистрироваться. У нас лимит 1000 человек, 1000 наберем, дальше мы не сможем регистрировать, принимать заявки. Интересно, а на какие дистанции люди регистрируются? Больше всего на 5 километров. Километр тоже, километр и 5 конкурируют между собой. Это, кстати, хороший показатель того, что люди новички, потому что профессионалы всегда выбирают дистанцию побольше, 10-21, а если дистанция лидирует 5,1 километра, значит люди с нуля приходят на пробежку на наше соревнование. Если на забеге, во время забега, во время дистанции стало плохо, что делать, как действовать участнику? Расскажите. У нас много волонтеров, более 100 человек, и большинство будет распределено по периметру, по дистанции по всей. Будет видимость каждый волонтер друг друга видеть. Если вдруг кому-то плохо станет, волонтер свяжется, скорый с нами свяжется сначала с организаторами, далее мы направим скорую помощь на место происшествия, и три скорых будут дежурить по всей трассе. То есть, если, не дай бог, кому-то стало плохо, обязательно помогут, во время окажут медицинскую помощь. На это очень большой акцент делаем. Помимо спортивного мероприятия, гостей, участников ждет развлекательная программа. Расскажите о ней. Почему стоит не только, допустим, прийти и побегать, но и, в принципе, посмотреть, поболеть за родственников, которые участвуют в Забире? Будет большая концертная программа, будут выступать группы, будет много и локаций игровых. Если ребенок пришел с папой поболеть за маму, найдется место и папе, и ребенку. Все будет очень круто, планируется большой праздник. Вот фан-зоны будут, пункты питания. Куда можно подойти, как они будут расставлены, и как это все организовано будет? Пункты питания будут по трассе. Каждые два с половиной километра будет стоять пункт питания. На нем будет вода, изотоник, фрукты, банан, апельсин, яблоко. И кто бежит дистанцию, может облиться, выпить изотоник, и съесть банан. Все будет в доступности. Мы это все продумаем, чтобы было удобно, не мешали друг другу. Как вы думаете, у нас пройдет этот забег, а наши жители захотят повторить? Я думаю, что на следующий год, мы примерно разговариваем, планируем, более двух тысяч человек уже будет зарегистрированных на забег РФ. Однозначно. Я думаю, что такое событие… Ну, невозможно оставаться в стороне, сидеть дома, когда такое событие происходит ярко в центре города, твоего родного города. Это потрясающе. Да, кстати, где именно, мы не сказали, обозначьте адрес, так скажем, места проведения. Да, стартовый городок будет расположен на площади Советов. Там будет и сцена, и стартовая арка, и финишная арка. Все будет подробно описано, рассказано. Будет за день до старта выдача стартовых номеров в ТИТОФ-арене с 12 часов до 20.00. И там будет еще подробная информация, куда идти, когда старт. Все будет расписано, тайминг будет для всех. Если возвращаться к медицинской справке, то ее нужно показать при регистрации, ее приложить, там, скан какой-то, или уже непосредственно, когда будешь получать номер на забеге? Все верно. 18-го будет выдача и стартовых номеров, и пакетов стартовых. И там же нужно будет предоставить справку медицинскую. А в общем, могут такие случаи быть, что люди придут просто без справки? Но это однозначно не допуск, потому что все-таки это… Такое бывает. Мы, конечно, стараемся выйти из ситуации, направляем в ближайшие медорганизации. В субботу мало кто работает, но бывает такое. И успевают получать медсправку, приходят к нам, и мы выдаем стартовый пакет. Такое тоже практикуется. Поскольку вы оба спортсмена, поделитесь лайфхаками. Как пробежать ту или иную дистанцию с хорошей дыхалкой, с хорошим настроением? Что нужно делать во время забега? Ну, самое главное, не начинать быстро. То есть обязательно перед забегом нужно размяться. Это либо очень медленно, легко побегать, поделать динамическую разминку. Скорее всего, там будет общая разминка со сцены. Да, будут амбассадоры разминать. То есть обязательно, если вы новички, только пришли первый раз на забег, обязательно обратите внимание на общую разминку, подойдите, поучаствуйте. Далее уже встаем к месту старта в назначенное время. И не начинать быстро. Не нужно гнаться за лидерами, которые уже очень опытные спортсмены. Они, конечно, всегда начинают быстро. Нужно рассчитывать свои силы. Не вставать, если вы первый раз участвуете, не вставать сразу к линии старта. Встать чуть-чуть подальше. Начинать в своем темпе, легко, спокойно. И рассчитывать свои силы по дистанции. Какие призы нас ждут? Стартовый пакет. Каждый участник получит очень большой. Там будет футболка, брендированный пакет под обувь. Будет много буклетов, призов от партнеров. На финише каждый получит большую, красивую дизайнерскую медаль. И много-много всего. А победителям будет еще интереснее увидеть, что они получат. Это сюрприз. То есть интрига сохраняется, потому что победить стоит. Победить стоит, конечно. И добавлю еще, у нас есть как абсолютные зачеты, так и по возрастам. То есть если нам 45 лет, мы пришли соревнуемся, молодые убежали. Среди своих сверстников мы тоже поучаствуем. Также и женский, и мужской будет зачет. Спасибо вам за такой прекрасный диалог. И я желаю вам, чтобы как можно больше людей пришло и приобщилось к бегу и, в принципе, к спорту. Спасибо вам большое. Будем ждать вас на забеге. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были организатор и амбассадор Всероссийского полубарафона Егор Галкин и Мария Костина. Спасибо.